Пролеска двулистная, дальняя родственница спаржи, зацвела еще в середине февраля. Ее время уже подходит к концу. Первоцветы – целое семейство разных видов. Это примула от латинского слова «первый». В России ее так и называют – первоцвет. Это заповедная территория. Все растения живут в нетронутой человеком природе. Но даже если удастся встретить первоцвет вне заповедника, то его нельзя выкапывать. Дома он не выживет. Заместитель директора по научной работе заповедника «Утриш» Ольга Быхалова называют первоцветы ранимыми. Если цветок сорвать, то он не простоит и дня. Это бессмысленно. Лучше сделать фото или видео. Это позволит вам любоваться в течение всего года прекрасными видами и прекрасными кадрами. И при этом природа останется нетронутой. И, конечно, это будет гораздо принесет больше радости не только людям, но и животным, для которых эти растения являются еще и лакомством после холодов и недостатки корма во время зимы. Считается, что раньше всех среди плодовых культур начинает свисти кизил. Его цветы устойчивы к заморозкам. Также рано зацветает лещина – орешник. В целом же весна в окрестностях Анапы в этом году пришла раньше, примерно на пару недель. Очень рано в этом году зацвел миндаль, абрикоса, как раз на две недели раньше традиционных сроков. Специалисты говорят, что такое раннее цветение косточковых, в частности абрикоса, скажется на урожае. Когда есть цветы, но нет насекомых, чтобы их опылять, не будет плодов. Если же говорить о лете, то не факт, что оно будет холодным из-за ранних оттепелей. Александр Ребекко при техническом содействии заповедника Утриш.